так сегодня мы изучаем самый самый первый урок который посвящен веб веб-инструментом программы xara designer и с помощью этих веб-инструментов можно будет создавать вот такие вот сайтики которые посвящены любой из проблем любому вопросу кому угодно да он может выглядеть абсолютно по-разному и соответственно в качестве примера я просто взял два сайта который один из них посвящен препарату он на 1 2 slim у тебя для похудания и соответственно второй посвящен фитнес фитнес курсу который там с гарантией результаты все такое то есть такого рода сайта они называются лендинги и почему они так называются объясню чуть позже лендинг пейдж да то есть буквально это посадочная полоса или страница которая выглядит как длинная посадочная полоса для самолета соответственно он включает себя вот такое огромное количество всяких разных волшебных блоков о которых есть целый отдельный урок если вы внимательно смотрели его то наверняка понимаете каким образом должен быть устроен лендинг и из чего он состоит из каких элементов то есть нем должно быть название должны быть контакты основной оффер главное предложение да там как бы кнопка записаться она и так далее то есть все эти вещи которые у нас традиционно существуют в любом лендинге в любом промо сайте да они здесь тоже представлены и соответственно здесь можно это дело все увидеть этот сайт полностью сделан программе xara дизайнер и соответственно сейчас я буквально в нескольких словах расскажу о тех инструментах которые существуют в этой программе для того чтобы создавать вот такие прекрасные яркие одностраничные сайты и быстро их публиковать на ну как бы в интернете переключаясь сейчас я выключу переключаясь в программу xara мы можем сейчас секунду мы можем увидеть этот же сайт который только что я показывал в браузере да мы можем увидеть как он выглядит в самой программе и каким образом он устроен из каких элементов он состоит то есть основная задача наша при создании одностраничных сайтов это точное понимание размеров это этого этого сайта который это ползло мне который будет получится по в результате до вашего творчества и соответственно этот эти размеры вы должны как бы представлять заранее как они должны выглядеть что вообще там из себя он будет представлять этот сайт какого он будет какой он будет ширины какого он будет размера и так далее в данной ситуации у меня немножко не рассчитал я да по пикселям размер страницы у меня здесь остался какой-то кусочек я понимаю что вам не очень хорошо видно но для общего понимания могу на буду нажать любом месте да и определить посмотреть какого размера у меня страничка выбрана для работы это 1020 пикселей по ширине и 7000 с чем-то там в длину да ну как бы по длину весь сайт мой полностью занимает 7000 пикселей то есть огромное достаточно длинное полотно ну вот и соответственно если я сейчас здесь вижу что у меня лишнее осталось да то я могу сделать не 7000 там допустим 66850 например могу поставить и нажав кнопку применить могу увидеть что у меня размер моего полотна сократился это полотно в любом случае будет ну как бы учитываться при создании виртуального сайта при создании самого ну как бы самого сайта который будет выглядеть как страничка в интернете вот соответственно она будет ровно того размера который вы здесь задали в качестве параметров страницы то есть таким образом мы задаем размер будущего сайта размер будущего полотна нашего нашего одностраничника естественно я сейчас рассказываю не о инструментах рассказываю просто о возможностях этой программки потому что инструменты мы будем изучать отдельные изучать и будем довольно таки активно потому что инструментов много они интересные они позволяют делать очень быстро очень легко вот такого рода сайты но в данный момент я просто показываю что все что мы здесь сделали да то что все движения вот это пустое место для формы сейчас я пока его не заполняю ничем все движения которые мы здесь сделали например поменял поменяли шрифт или каким-то образом там произвели какие-то манипуляции, вы можете вполне, допустим, сразу же посмотреть, как они выглядят на сайте. То есть есть специальные иконки, которые здесь вот расположены, да, которые позволяют превью, current веб-пейдж, то есть посмотреть сразу же текущую веб-страницу, которая у вас получилась. То есть вы делаете в обыкновенном эксаре, в обыкновенном режиме, делаете, ну, как бы, сайт, то есть, ну, делаете страничку, и потом можете очень быстро, легко посмотреть в специальном просмотрщике, который встроен прямо в эту программу и прямо в ней находится, да, посмотреть можете, что у вас получилось и как выглядят те изменения, которые мы только что вот произвели. То есть я здесь поменял, вот еще 1980, другой, да, сделал другой шрифт, увеличил вот это вот все и так далее. То есть я, в принципе, сразу же посмотрел, как оно будет смотреться на сайте, то есть с помощью какого-то из движков, причем движков много, и мы можем использовать разные движки для того, чтобы посмотреть, как выглядит в том или ином браузере все это дело. Я понимаю, что это трудно понять сразу, да, но тем не менее здесь вот мы можем открыть второй сайт, который у нас был в качестве примера вначале, и, соответственно, посмотреть, какого размера у него страница. Она 1600 пикселей на 9000, то есть этот сайт более крупный, более, более, ну, как бы крупнее по размеру, потому что изначально были такие заданы у него размеры и характеристики. Эта программа позволяет делать так называемые адаптивные сайты, ну, в так больше или меньше степени, да. Например, если я сейчас буду уменьшать размер вот этого окна, соответственно, вы видите, что движение происходит достаточно активное, да, и сдвигаются все элементы, которые у нас здесь есть, они центруются посередине, и это в том числе, и, соответственно, все, все, что мы видим, оно получается видно его посерединке, но оно не меняется никаким образом, как во многих сайтах, которые адаптивные, сделаны на WordPress или на каких-то других, скажем так, специальных контент-менеджментных системах. Это минусы жирные достаточно, но, тем не менее, с ним можно бороться, потому что если мы рассчитываем, что к нам на сайт будут заходить люди, которые пользуются не мобильными устройствами, а, например, заходят на него с компьютера, то на компьютере это все будет выглядеть очень прилично и красиво. Если вы хотите сделать адаптивный сайт, лучше пользоваться не Xar, а все-таки WordPress или каким-нибудь конструктором, ну, в данной ситуации мы говорим о том, что нам нужно очень быстро и легко сделать какой-нибудь яркий сайтик, который посвящен какой-то вашей теме нужной, и, соответственно, рассчитывать на то, что люди на него будут заходить в основном с компьютера и приобретать какие-нибудь там товары или вещи или узнавать какую-то информацию о вашем продукте. Поэтому сегодня мы разговариваем о лендингах, которые рассматриваются нашими потребителями на компьютере. То есть вот все эти картинки, все эти буковки, слова и так далее, все полностью существует в программе Xara Designer и, соответственно, в одном длинном файлике, в котором все это дело можно двигать, можно переставлять, можно менять местами, менять тексты и так далее. И, соответственно, в конце концов просто экспортировать потом как один общий сайт и, соответственно, это дело у вас все будет представлять вашу лендинг пейдж, вашу страничку, которая вам нужна, и она будет представлена в интернете, на просторах интернета именно таким образом, как вам хотелось бы, чтобы она выглядела. То есть если нужно поменять какие-то элементы, мы можем вот так вот все это дело выделить и, соответственно, передвинуть, переставить и так далее. Все это дело очень просто делается. Это абсолютно точно такой же формат, как любой из рекламных модулей, любое рекламное объявление, все что угодно. Абсолютно точно так же делается, как любая рекламная продукция, не знаю, баннер, все что угодно. То есть листовка, буклеты мы делали абсолютно по той же схеме, все то же самое делается и спокойно воспринимается людьми, скажем так, да, и самой программой, и человеком, который все это дело будет потом смотреть. Сейчас я увеличу, у меня что-то какая-то неправильная картинка. Вот. И то есть здесь единственная там тонкость, которая может неожиданно вдруг оказаться, это поведение ваших картинок как бы во время навигации так называемой, да, то есть поведение, когда человек зашел на ваш сайт и он определенным образом должен взаимодействовать с тем контентом, который у вас представлен. Вот. И иногда бывают некоторые вещи, которые мы тут делаем, они, ну, выглядят не совсем так на некоторых браузерах и, например, там убегает какой-нибудь текст или какая-нибудь происходит нездоровая ситуация с какими-нибудь элементами, да, ну, то есть Xara, она все-таки больше графический дизайнер, для графического дизайна программка, нежели чем для веб-дизайна. Поэтому в ней, естественно, могут быть какие-то небольшие косяки, которые могут возникнуть именно при генерации, автоматической генерации сайта с помощью инструментов этой программки. Вот. Ну, то есть, в принципе, это все можно избежать, можно проверить лишний раз, да, открыть в нескольких программах и, соответственно, посмотреть, как все это дело выглядит. Вот, проверить, промониторить, вот, то есть, вот, наверное, наделал всяких разных изменений и тут же опять нажимаю в глаз, у меня генерится автоматически превью, так называемый, да, превью сайта и, соответственно, я могу посмотреть, что у меня произошло. Чтобы ваш документ содержал гиперссылки, так называемые, чтобы он содержал всякие разные элементы, которые нужны для того, чтобы ваш сайт выглядел как сайт, его нужно перевести обязательно в формат веб-документа. То есть, обратите внимание, да, я вот эту штуку подвинул, все это дело сюда, подвинул, все подвинул здесь, все это дело подвинулось у меня отлично, да, мнение специалистов на желтеньком у меня теперь, тетенька, целиком видна. Вот. Одобренная подпись, ну, как бы это не отдельные элементы, они на одной картинке, поэтому их двигать нельзя. Все, не вредно ли увеличено. Ну, то есть, все, что я сделал только что, да, прямо на глазах ваших, я, в принципе, увидел сразу же, оно отобразилось на этом, как бы, ну, в этом, в этой превью окошке в этом, да, и, соответственно, я могу нажать кнопочку Chrome и посмотреть сразу все это дело в Chrome, прямо в реальном времени, посмотреть, как будет выглядеть мой сайт на, ну, в рамках какого-то нормального браузера. То есть, мы можем увидеть, что все хорошо, красиво, аккуратно, все картинки видны, все четко, располагаются все элементы там, где нужно, и все. Даже если я сделаю здесь какие-то ссылки, сейчас пока ссылок нет никаких, то они будут срабатывать, и можно будет на них нажимать, там, да, или каким-то образом там реагировать. То есть, вот здесь это, вот этот белый квадратик, это поле для формы специальное, да, ну, как бы, чтобы заказать или каким-то образом отметиться, и, соответственно, вы можете его заполнить специальным кодом, который существует в определенных, ну, как бы, в определенных системах. Мы потом будем все это дело рассматривать. Сейчас пока я просто показываю, как можно сделать красивый сайтик, не выходя за пределы любимой и знакомой программы. То есть, вот таким образом мы все сделали, да, выглядит это все как обыкновенный простой файл, обычный, да, стандартный, но у него есть отличия. Вот видите, если визуально посмотреть на вкладки, которые у меня здесь существуют, обычный стандартный полиграфический документ или документ для веба, но не являющийся веб-страницей, он выглядит, у него иконка вот эта, да, выглядит как просто листик там чистый с документом. Веб-документы выглядят иначе, потому что у них существует еще некоторое количество настроек дополнительных, и, соответственно, мы можем любой из документов, которые сделали, например, да, нажимаем создать новый, он у нас по умолчанию создается новый обычный документ стандартный, мы можем его конвертировать в веб-документ и придать ему дополнительные опции, дополнительные всякие разные вещи, которые присущи только сайтам и веб-документам. То есть вот здесь мы можем посмотреть опции, да, стандартного документа обычного, который у нас традиционный и которым мы пользуемся, и если, допустим, у него здесь переключить режим, переключить режим и посмотреть, да, как все это выглядит, ну, то есть вроде нормально, все просто. Вот, здесь есть волшебная папочка, тип документа, то есть во вкладке General, общие, есть, ну, как бы вкладка такая, которая обозначает, дает возможность понять, это что за документ, каким образом он выглядит, и принт документа, это значит документ, который будет напечатан на принтере, который, ну, как бы сделан для того, чтобы его печатать. Вы можете здесь выбрать другие варианты, да, например, взять презентацию, анимацию, фото, это фотографию, прям целиком это мы будем еще рассматривать, или веб-документ, то есть когда мы выбираем здесь веб-документ, у нас появляется, ну, галочка, во-первых, отображать во всех, длину во всех браузерах и стремиться, чтобы оно хорошо выглядело, да, то есть он, как бы, начинает следить за длиной документа, и в пикселях она, когда указывается, он ее учитывает, вот, ну, и, соответственно, то есть Word Compatible, это, короче, расстояние между строчками более, считает более аккуратным, все, даже если нажимаю Apply и применить, да, то есть, как бы он уже конвертируется в веб-документ, но если ОК нажать, то мы видим, что вкладочка поменялась, и на вкладке есть такая буковка W, которая говорит о том, что мы сейчас создали веб-документ и экспортируя его каким-то образом, да, то есть мы создаем какой-нибудь, например, ну, грубо говоря, какую-то заливку, например, да, и у этой заливки появляются свойства, которые, ну, которые используются только в веб-документах, то есть, во-первых, появляется окно Web Property, я о нем потом очень подробно расскажу, сейчас пока не буду ничего говорить, и, соответственно, есть такой второй документ, ну, вторая вкладочка, да, которая называется Stick and Stretch, то есть как бы растягивать и фиксировать, мы можем сделать этот элемент фиксированным, зафиксировать на страничке или растянуть его на всю ширину, независимо от того, какого размера будет ваш сайт, то есть если мы вот сейчас в данный момент нажмем глаз, да, и посмотрим, что у нас получилось, у нас образовался объект, который растянут на всю ширину, даже дальше за пределы нашей странички, и, соответственно, если будет у нас любого размера сайт, какого бы он ни был, сейчас покажу, он будет, этот объект будет растянут по всей ширине, то есть такого рода инструменты, присущи всем объектам в этой программке, да, вы можете назначить такого, ну, такие, как бы, свойства, которые используются во время показа именно как веб-документа, вы можете назначить и буковкам, и тексту, и всему чему угодно, то есть, ну, таким образом, да, например, сейчас мы разговариваем не о создании сайта, а о тех инструментах, которые вообще есть, в принципе, в этой программе, поэтому, красавица, Т, слово, да, вот текст, например, да, и этому, этому тексту, например, я могу назначить положение на странице, это тоже интересная, важная функция, которая существует именно в веб-документах, вы можете выбрать этот, любой объект, который у вас есть, да, и, соответственно, у него здесь есть такая штука, называется веб-варианты, это тоже позже мы будем рассматривать, и есть позиция на странице, есть такая штука интересная, вы можете зафиксировать положение этого объекта на странице, либо расположить его, допустим, на какой-то его части, и, соответственно, вы можете использовать автоматическое изменение этого текста при изменении страницы, то есть, если я выбираю здесь автоматик, да, автоматическое изменение, то в данной ситуации мы можем посмотреть, как будет себя вести этот текст при изменении нашей страничке. Видите, он у нас остановился и не меняется, никуда не двигается. Вот. Если мы используем, например, здесь же другую вкладку, другой вариант Position on Page Fixed, например. Ну, а, Stretch with Page, например, да, другой вариант. И, соответственно, посмотрим, что получилось. Увидим, что таким образом можем взаимодействовать с нашим объектом. Так, сейчас, потяну, секундочку. Да, ну, то есть, надо немножко по-другому это все показывать. Короче, то есть, в рамках этого, ну, как бы этой программы мы можем вытворять с разными объектами многие интересные всякие штуки. Сейчас, секунду, я просто вот так надо веб-свойства, да, Stick and Stretchy сделать. Вот. Ага. Все GFT. Так, Scale, окей. Ну-ка, посмотрим. Окей, не может, фу, ну, ладно. Тогда будем стики сделать. Соответственно, если вы вдруг неожиданно хотите каким-то образом ваш сайт приукрасить, естественно, на него можно напихать. Сейчас я просто сделаю несколько каких-то вариантов, чисто для общего развития. Посмотрю, да, то есть мы можем взять, использовать любую картинку какую-нибудь, какую-нибудь нишку там или какую-нибудь штуку поставить. И, соответственно, то есть, ну, например, у нас вот такой будет снеговик, а здесь будет вот такая картинка, которая там, бэкграунд какой-нибудь, да, ну, чисто для понимания, как себя ведет тот или иной объект в том или ином положении. То есть здесь мы выбираем вариант Full Width, да, то есть, ну, как бы растягивать Close, и у этого фиксит, положение фиксит, например, да, то есть Position on Page, фиксит, все окей. Смотрим, что у нас получилось. У нас уже практически готовый сайт образовался. Все, то есть мы видим, что у нас эта страничка, ну, вот видите, это стики, да, я нажал к тексту, и он висит на одном месте и не двигается. Если он будет написан каким-то образом, ну, если я могу стики сделать и вот этой всей, ну, допустим, это логотип, да, давайте так сделаем. То есть если нам нужен логотип этого сайта, да, и он должен выглядеть каким-то определенным образом и находиться, например, вот в этом месте и все. По-другому никак. И вот эта полоса, которая здесь у нас есть, она должна быть, например, там, дико какого-нибудь красного цвета. И она тоже должна быть, сейчас мы это дело сгруппируем, допустим, это групп, да, и у них вот выберем вариант, о, пардон. Сейчас. Секундочку одну. И у них выберем вариант, сейчас, вот он, position on page, fixed, или там, стики, stretch и так далее, да, то есть stretch with page мы не выбираем, мы выбираем fixed здесь в данный момент, и вот в этом меню, да, блин, что ж такое-то, я лишний раз нажимаю кнопки всякие, да, блин. Сейчас. Замыкает мышку иногда, и она вот так себя ведет нехорошо. Здесь мы стики in stretch, и выбираем стики, и все окей. Да, что ты будешь делать? Сломалась мышка. Сейчас. Еще вот так, full width, и окей. Так, нет, не так, сейчас, секунду. Короче, я просто покажу, а вы сообразите потом дальше, как вам это нужно использовать, и понравится оно вам или нет. То есть можно здесь понажимать, если вы понимаете, о чем речь идет, да, то есть don't stretch, не растягивать, full width, это полная, полная ширина, и full height, это полная высота. Соответственно, я выбираю полную ширину, и kille stretch object, это, ну, как бы закрашивать растянутый объект. Все, в данной ситуации как раз так все и стоит, окей. И, соответственно, я ему нажимаю стики, да, приклеить, и, соответственно, у этого тоже стики и don't stretch, это типа не менять никак, но приклеить тоже. Все, close. И осмотрим, что у нас получилось. У нас получилось приклеенное кверху меню. То есть все содержимое страницы прокручивается, меню осталось на месте и никуда не двигается. То есть вот таким образом, достаточно простыми инструментами, простыми способами, да, скажем так, это дело все регулируется, и довольно-таки легко настраивается именно с точки зрения, как бы, визуала, как это должно выглядеть на вашей страничке. Если мы увеличиваем размеры вот этой картинки, сильно увеличиваем, выходим за рамки нашей, нашей, этой самой, нашего, нашей страницы, да, обратите внимание, то в этой ситуации вот что произойдет. Сейчас покажу. То есть если мы вот так сделали, допустим, да, и сделали картинку больше, чем она, ну, чем она есть, на самом деле, чем наш, скажем так, весь этот, вся эта страница. Сейчас я покажу еще раз. И, соответственно, если мы здесь выбираем вариант sticking, stretching, да, то есть как бы full width, и, соответственно, scale object, stringed object, мы можем увидеть, что наша страничка, наша, наша красивая картинка масштабируется. То есть смотрите, где у нас находится бантик по умолчанию, да, при, в том, в том варианте, который мы сделали. Мы смотрим, как выглядит этот бантик, и меняем окошко, меняем, проверяем, каким образом выглядит наша страница при изменении, ну, как бы, масштаба. То есть мы видим, что у нас при, достаточно активно все это дело меняется, и по центру остается наш контент, который, в общем-то, нам интересен и нужен. Вот, то есть таким образом, если мы посмотрим все это дело в браузере, то мы увидим, что, в принципе, все выглядит очень даже симпатично. Если мы вырежем этого снеговичка и уберем у него белый фон, то он будет довольно-таки неплохо смотреться на нашем вот этом красивом, почти новом, красивом сайте. То есть таким именно образом можно создавать очень просто, очень быстро и легко какие-то красивые, интересные, яркие эти. странички. Здесь можно написать текст вашей страницы. Допустим, ци вот так вот, да. А ну, бог не пусть он будет большой. То есть и какие-то элементы, которые вы используете для традиционного, традиционные элементы, которые мы обычно использовали на наших каких-нибудь промо-материалах, как угодно, да, то есть обычные текстовые блоки, обычные, всякие, стандартные, 20, 32, допустим, да, вот такой большой текст на странице. То есть вы можете вот таким образом набрать какой-нибудь там текст, который будет каким-то, ну, скажем так, на вашей страничке будет каким-то образом описывать то, что вы вообще сейчас делаете, то, что у вас происходит. Его, естественно, можно отцентровать всяческим образом, да, как угодно, можно сделать эту плашку прозрачной достаточно сильно, да, то есть оставить ее буквально, чтобы она вот так и села. Вот, и, соответственно, сейчас просто, если даже ничего не делать больше и попробовать посмотреть, как будет выглядеть, например, ну, давайте так сделаем, чтобы она читалась хорошо. Как посмотреть, как...